Добрый вечер! Здравствуйте! Обычно мы приглашаем к себе в гости. Сегодня мы приехали к вам сюда, в Ереван. Пожалуйста, пожалуйста. В вашу замечательную мастерскую, где у вас творятся гениальные произведения. Вот о двух таких произведениях мы хотели бы сегодня поговорить. Первое – это «Адана», немножко в двух словах, если можно. И второе – о произведении, о композиции, которая звучит по всему миру, это «Арца», даже оспаривается. Если можно, давайте мы начнем сначала с «Адана», буквально несколько минут. Пожалуйста, пожалуйста. И большее время уделим уже Арцаху. Пожалуйста. Значит, «Музыка Адана», «Музыка Адана», мое произведение, звучало в первый раз в моем диске, который выпущен в 2001 году. И в этом же году я дал концерт, авторский концерт, принятие христианства как государственная религия армян, посвящен 1700-летию этого замечательного дня. И в моем концерте это я играл. «Музыка Адана». Меня обвинили сначала, то есть «Наши», ну один, «Музыковед», который объявил по газету, дал объявление, что музыка, которая звучала на Тетернако-Берте, где вечный огонь в памяти геноцида, жертвам геноцида, я приглашал разных национальностей певцов из разных стран, которые стояли и пели эту песню возле огня. И это снимали ОРТ, РТР, Евроньюз, CNN, BBC и турецкие каналы, телеканалы тоже, все снимали это. И на следующий день в газете объявили, что я якобы взял эту музыку из мультфильма «Beauty and Beast», «Красавица и чудовище». И я в это время с этими певцами находился в Америке. Они пели эту песню «Адана» с Лос-Анджелесским симфоническим оркестром. И вдруг я получаю такую весть, что кто-то написал в газете, что якобы я эту музыку взял из мультфильма. Конечно, я когда вернулся, сначала пошел в магазин и купил этот мультфильм. Полтора часа посмотрел этот мультфильм, первый раз в жизни. Там похожего ничего, почти ничего не нашел. Там кусочек где-то. Четыре ноты. Это было кода этого мультфильма. Если кто-то посмотрел этот мультфильм, и в конце заканчивает в мажоре, в мультфильме. А моя Адана вот так. Парирара-рам, тирарарарам, парарарарадарарам. Грустная песня, explorальная. «From the Morning Sun, till the day was done, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, я его простил Потому что я доказал по всем параметрам Потому что все мои произведения Почти все произведения Храняются United States Copyright Office The Library of Congress В американском конгрессе есть библиотека Где хранятся все мои диски Все мои произведения И плюс Я член Американской Авторских прав Аскап, Джаз Рак Французский Сосем Рао Российский и Армавтор То есть все мои произведения защищены И я почти У меня 80 собственных произведений И где-то 20 аранжировки Древнеармянских мелодий В современном ритме Обработки, да Обработки, да И 80 произведений, которые я написал Никто до сих пор не сказал, что я украл музыку Это был единственный случай Который наш армянин Кстати, музыковед Но он потом сказал, что Я не сказал, что ты украл Я сказал, что похож Когда я доказал Показал вот мультфильм Когда вышло И я когда дал концерт Перед тем, как этот вышел Адана в данный момент Звучит на 20 языках мира Теперь я хочу Я один раз выпустил В 2005 году Выпустил диск на 10 языках И я продолжал эту работу Ни один диск я не продавал Я все подарил Тысячи штук В музей геноцида Чтобы они тоже подарили Национальную библиотеку Министерство культуры 500 штук Министерство диаспоры 500 штук И так далее, и так далее Я все подарил И до сих пор дарю И вам тоже буду дарить Спасибо Этот диск И на 20 языках Звучит песня Которая Сейчас хочу выпустить Второй диск Где будет 15 15 разных языков Потому что 15 год 15 разных языков И сотая годовщина Будет символично И плюс не вмещается В один диск Такой вот вопрос Можно сказать Сначала Одна шестая часть Суши Слушала популярную Вашу композицию Арцах Сейчас практически По всему миру Она популярна очень И поэтому Хотелось бы узнать Какова была Предыстория Этой композиции В принципе Композиторы Это как и писатели Как поэты Когда на душе Больно Они начинают писать Книги, стихи То же самое случается И у композиторов Ну мой Арцах Похож на вот Такие случаи А вот если можно Несколько слов Об истории Этого произведения Значит Как вы знаете Вот Плохие времена Живем У нас Конфликт С азербайджанцами И Когда была Война Там погибли Мои Хорошие товарищи Тоже Хорошие друзья Тоже Значит Мне удалось Быть Там Хотя Мне не удалось Воевать Хотя Я не Человек Музыкант И Я как вернулся Из Карабаха Я не Во-первых Скажу Что я Никогда В Азербайджане Не был И Когда я Вернулся Я написал Много произведений И в памяти Моих друзей И Когда я Написал Музыку Арцах Она Могу рассказать Эта история Как начинается Сначала Бам 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 Это Тревога Как Вступает Наш Филармонистский Оркестр Это Плохой Весть Что Мы Получаем Что На нас Напали Когда Когда Даголи Начинается Это Наш Народ Поднимается На Ноги На Нас Напали И То То Мы Мы Тоже Имели Потери Большие Потери И Конец Уже Победный Конец То Я Я Рассказал В Мог Послушать Эту Музыку Пожалуйста Поставьте Эту Музыку Я хочу Послушать Один Раз И Поставьте Где Оно Было Показано И Исполнено Что Я Слушал И Воровал Мой Диск Вышел В 99 Году Арцах Арцах Да Он Один Из Моих Произведений Который Диск Называется Они В 2002 Году 2002 Году Александр Апт Вот Этот Молодой Парень Фигурист Представляет Россию В Олимпийских Играх Салт Лейк Сити 2002 Году Громко Объявляется Автор Армянский Композитор Ара Гевургян Почему Никто Мне Не дал Под суд Почему Никто Не сказал Нет Это Не Ара Гевургян Это Азербайджанский Композитор Серебро На Чемпионате России Этого Года И Чемпионате Европы Если Не Ошибаюсь Подбор Композиции Армянского Композитора Ара Гевургяна Молодчина Вот это Самый Сложный Технологический Момент Солтвейк Сити Олимпийские Кольца Это Не Чемпионат Армении Чтоб Азербайджанцы Об этом Не слышали Не знали Это Олимпийский Весь мир Транслирует Да Весь мир Смотрит Предположим Предположим Никакой Азербайджанец Не смотрел Олимпийские Игры В 2002 Году Посмотрим Дальше Через Через Четыре Года Через Четыре Года Ну Олимпиады Вы знаете Через Четыре Года В Турине В Италии В 2006 Году Олимпийские Игры Опять Выступает Грузинская Фигуристка Елена Гедеванишвили Танцует Под мою музыку Арцах Объявляется Армянская Рапсодия На английском Языке Пожалуйста Это Элен Гедеванишвили Никто Мне не сказал Нет Никто Ни претензий Не выдавал Никто Ни жаловался А все Начался Даже Азербайджанская Фигуристка Да Да Надо делать Только то Что стабильно Получается Но у нее Огромный Запас Эмоций Если Это Азербайджанская Музыка Пусть Азербайджанская Гимнастка Танцует Под азербайджанскую Музыку Почему Они взяли Мой диск Где играет Филармонический Государственный Филармонический Оркестр Армении Играет Дживан Гаспарян И играю Я С моей командой Тоже А в списке Указано Что она Танцует Именно Под вашу Музыку А здесь Да Динара Гемотова Танцует Под мою Музыку И Объявляет Музыка Армянского Композитора Ара Геворгиана У нее Огромный Запас Эмоций И иногда Это ее Перехлестывает Динара Гемотова Под какие Музыки Мелодии Она выступала Пожалуйста Здесь написано Арцах Вот Арцах А там Написано Ара Геворгиан Мое Имя Азербайджанская Спортсменка Пожалуйста И плюс Она Танцует Под Арам Хачатурян Тоже Это ее Программа Динара Гемотова Парун Геворгиан А что Это для меня Большая Честь Что моя музыка Да ее не против Я не против Клянусь А в чем тогда дело Почему вас обвиняют Сейчас Сейчас скажу Мне даже радует Что даже Азербайджанка Танцует Под мою музыку И я могу вам Показать Вот такую Вещь Тоже Я не могу Не сказать Слов восхищения Удивительным композитором Который явился В моей связи С Арменией Это Ара Геворгиан Ну вот Было ясно Мы просмотрели Ряд В ваших Произведений Арцах Да В разных странах На разных площадках Тем не менее Из-за чего Разогрелся Такой скандал Что дошло Это до посольства Азербайджана И чем это закончилось Все началось С этой передачи Летниковый период В 2007 году Значит На первом канале В передаче Летниковый период Решили поставить Армянский танец И как все знают Что дудук Это армянский инструмент Доказан в ЮНЕСКО Тренер взял И поставил Медленную часть Я не знаю Откуда взял кассету Ту которую мы сейчас То что мы слушаем Взял эту кассету Как медленную часть Поставили Вот эту музыку А в конце Прикрепили Мою музыку Арцах И объявили Армянский танец Получилось Папури Представляете Азербайджанцы Смотрят передачу И Я тоже Без суммы сходил Если Под нашу Армянскую музыку Танцевали И объявили Азербайджанскую Или грузинскую Или вьетнамскую И что получается Все Звонят И письма Отправляют В посольство Азербайджана В Москве Господину Пуладу Булбулову И Говорят Что По первому каналу Показывали Ледниковый период И звучал Азербайджанская Мелодия И объявили Армянский танец Посол Что должен Сделать Сразу взял Телефон Позвонил Первый канал Российский И жаловался Почему Вы Показывали Вставили Азербайджанскую Музыку И объявили Армянскую Они Вернее Тренер Жулин Объявил Послу Что я музыку Взял Из диска Они Который Выпущен В Америке И автор Диска Ара Георгиан Действительно На обложке Диска Это мой диск В 99-м году Выпущен В Соединенных Штатах Получил Приз Музыкальный Аворд Получил И Вместо того Чтобы Посол Послушал Мой диск Разобрался Вопрос Или Посмотрел Передачу Вместо того Чтобы это Сделал Он На следующий день Визу Всех Репортеров И Пресс-конференцию Создал И Объявил Мне Как Ара Георгиан Взял Наш Сенеде Галмаз И Переименовал Арцах То есть Обвинил В плагиате Да Объявил В воровстве На следующий день Эта весть У нас Объявляют Я конечно Визу Всех Наших Репортеров И Показал Вот Сначала Я покажу Пожалуйста Где Был Прикреплен Моя музыка После Окончания Это Моя музыка Вот Нет Разумения Здесь Они Прикрепили Двух Авторов Разных Национальностей Я вам Больше Скажу И Костюмы Фигуристов Тоже Какие-то Южноазиатские Ну В Ютьюбе Азербайджанцы Обвиняют Армян За воровство Но пожалуйста Здесь ни один Армянский Костюм нету Свадебный Во всяком случае Да и азербайджанского Там нет ничего Да И Наши парни Шапку не одевают Я одеваю Только Кепку Кепку Но такие шапки В свадьбах У нас не одевает Никто Что я хочу сказать Что Это Недоразумение Которые Объявил Господин Бульбулёгли Что Ара Георгян Взял нашу музыку И Его Арцах Это азербайджанская музыка Это Недоразумение Слышали все Азербайджанцы Но когда Я Приготовил Вот Все мои Права Которые Защищены Он дал под суд Значит Диск Они Где Музыка Арцах Я хочу Вас показать Вот это Сертификат Оф Регистрация Юнайтед Стейс Копирайт Офис Лайбрари Оф Конгресс Это Конгресс Америки Где Защищены Все Мои Права Диск Они Name Автор Ара Георгиан Год И Штрих Код Пожалуйста Все Кому Интересно Могут Интересоваться Эту Бумагу Дают Когда Ты Регистрируешь Свою Музыку Они Бумагу Только Дают Через Девять Месяцев Девять Месяцев Они Ищут Где Похожа Эта Музыка Может Без Ты У Кого Украл Может Чужая Эта Музыка Нет У Меня Есть Эта Бумажка Это Очень Ценная Бумага Когда Я Собрал Все Эти Доказательства Все Эти Олимпийские Игры Все Когда Прозвучали Мои Произведения И Громко Объявились Автор Армянский Композитор Ара Георгиан Ни Один Азербайджанец Ни Один Грузин Никто Другой Национальности Меня Никто Не Объявил Что Я Вор И Вдруг После Передачи Ледниковый Период Когда Посол Азербайджана Сидел И Создал Пресс-конференцию И Обвинил Меня В Воровстве С Этого Дня И Азербайджанцы Считали Что Это Их Музыка По Все Территории Грузии Звучит Эта Музыка В Ресторанах Звучит Где Армянское Мероприятие Звучит Эта Музыка Все Музыканты Знают Что Это Музыка Араги Горгиан Это Моя Собственная Музыка И Я Вам Хочу Просто Сказать Одну Вещь Моя Бабушка Церковная Певица Дедушка Председатель Совета Церкви И Моя Мать Знаменитая Певица Армянских Народных Песен Мой Отец Руководитель Народных Инструментов Он Сам Играл Я хочу Сказать Когда Мой Отец И Мать Ездили Гастроли Меня Оставили У бабушки С дедушкой Они Утром Ехали На работу В церковь И Меня Взяли Всегда Туда Я В детстве Сидел И Слушал Духовные Армянские Мелодии Пришел Домой Слушал Народные Армянские Песни Которые Поет Моя Мать Играет Мой Отец Мой Брат Играл В эстрадном Симфоническом Оркестре Гостели Радио Он Гитарист То есть Музыкальная Семья У меня В крови Течет Музыка То есть Музыка Которая У меня С детства И бабушкой И дедушкой И мои Родители То есть Я хочу Сказать Что У меня Полно Музыки Я Не Не Имею Надобности У кого-то Взять Музыку Мне Это Не Нужно Я Автор 80 Произведений 80 Произведений И Это Мой Первый Раз В жизни Которые Меня Обвиняют В Воровстве В музыке Но Перед вами Извинились И Извинились И Я Хочу Продолжать И Когда Я Обращался К нашему Министру Культуры И Нашему Послу Армянскому Послу В Москве Сказал Что Вот Такое Недоразумение Пулат Бульбулулли Объявил Меня Вором Я Сам Хотел Дать Ему Под суд Потому Что Мне Все Мои Юристи Европейцы Американцы Потому Что Я Хочу Перечислить Я Член АСКАП Комитет Американской Авторских Прав И Я Хорошо Защищен То есть Я Сказал Я Хочу Сам Дать Под суд Я Никогда В жизни Никакой Спортсменки Никакого Спортсмена Не Дам Под суд Но Когда Пулат Бульбулулли Хотел Мне Дать Под суд Я Отправил Все Эти Доказательства Документы И Открытое Письмо Ему Я Не Знаю Наш Министр Культуры И Наш Посол Как Общались С ним Где Встретились С ним Но Они Передали Мне Что Посоль Азербайджана Попросил Прощения Что Это Было Незразумение Пожалуйста Извини Ну Я Человек Музыкант Человек Искусства Он Тоже Человек Искусства Хороший Певец Певший Министр Культуры Ну Я Как Человек Ну Говорю Простил Прощения Я Прощал Мне Бумажку Не Предоставили Но Я Спросил Нашему Министру Могу Я Об этом По Телевизору Говорить Она Сказала Да Свободно Мы Тебе Передали То Что Действительно Есть Бульбуловли Просил Прощения Ну Человек Ошибся Просил Прощения Я Как Человек Понял Это И Ничего После Этого Не Предпринимал Хотя В документах Я Представил Даже То Что Динара Гематова Азербайджанская Спортсменка Гимнастка Прекрасная Девочка Танцует Под мою Музыку И В Резюме Где В чемпионатах Они Представляют Написано Арцах Автор Ара Геворгян Да Мы Это Показали Да Даже Я Злился И Говорю Когда Я Буду Дать Под Суд Посла Азербайджана Пусть Динару Гематова Тоже Привезет С собой Потому Что Она Взяла Мою Музыку Без Моего Ведома Сократил Как Хотела Ну Естественно Там У меня Длится Долще А На Чемпионатах Нужно Поменьше И Сокращают Это Недопустимо С точки Зрения Авторских Прав Но Я Ничего Не Принимал Ну Девочка Танцует Пусть Танцует Казахская Спортсмена Танцует Под Мою Музыку Грузинская Танцует Российская Танцует Маргарита Дробеско Павел Из Прибалтики Танцует Тоже Под Мою Музыку Саша Коэн Американская Танцует Под Мою Музыку Еврейская Хочу Это Показать Обязательно Для меня Большая Гордость Когда Мою Музыку Используют Иногда Объявляют Мое Имя Иногда Не Объявляют Но Всегда Звучит Моя Музыка В Аладийском Можно Ли Сказать Что Вот Эту Тему На сегодняшний день В соцсетях Можно Уже Окончательно Закрыть Вы Доказали Своё Право На это Произведение Посол Который Обвинял Извинился Что Ещё Нужно Нужно Чтоб Весь Азербайджанский Народ Послушал Это Увидел Это Доказать Кто Первый Написал Кто У кого Взял Кто У кого Хотя У нас Был Выпуск Я Чётко Я Не Отрицаю Я Мелодии Может Один кусочек Может Похож Вьетнамскую Какую-то Музыку Или Я Не знаю Азербайджанскую Или Американскую Или Шахманскую Один кусочек Но Никто Пусть Не Риснет Мне Обзываться Вором Я Не Воровал Ни У кого Мне Не Надо Воровать Я Сам Пишу Музыку Я Написал Много Гимнов Много Маршев Много Песен И Много Произведений Много Реквем И Я Могу С Гордостью Говорить Что Я Даже Написал Несколько Произведений Которые Просто Неповторимые Я могу Вам Показать Это Где 43 Музыкантов Из 14 Стран Играют Вместе Каждый Играет На своем Национальном Инструменте И Такого Вы Второе Не можете Найти В Ютубе Нигде Не можете Найти Я Написал Это В 2001 Году И Семь лет Я работал Семь лет Теперь Я работаю Над Новой Песней Где Поют Разные Национальности Певцы Поют Амир Про мир Ну С вашего Канала Нашей группы Антитопора Не услышал Ну Я хотел Чтоб Все Услышали Что я Человек За мир Я хочу Мира Я хочу Чтоб Мы Всегда Жили Дружно Я Не имею Против Ни Как и Все Творческие Люди Да Но Я считаю Обязательным Что Люди Должны Знать Истину Я Просто Хочу Чтоб Эта Война Скорее Закончилась И Информационная Война Тоже Потому Что Мы Ругаемся Мы Пишем Плохие Вещи Они Оттуда Пишут Плохие Вещи Мы Своё Хотим Доказать Они Своё Хотят Доказать Но Правда Но Истина Только Да На одной Стороне Правда Один Пусть Все Те Которые Сомневаются Пусть Перелистают Историю Греческих Историков Римских Историков Пусть Перелистают Не азербайджанскую Историка Или армянскую Других Государств Но Я не хочу Сказать Наш народ Верующий Народ Мы Христиане Мы Не воры И Я Очень Прошу Чтоб Никто Нас Не Обзывался О Нашем Народе Потому Что Мы Многострадальный Народ Мы Очень Крепкий Народ А композиторов Дали Миру Столько Ну Это Время Уже Показал Доказал Художников Композиторов Я себя Не считаю Великим Композитором Или Еще больше Я Простой Композитор Армянский И Очень Рад Что В Азербайджане Сейчас Слушают Мою музыку И Даже Очень Рад Что В финале Кубок Президента Азербайджана Кубок Президента Азербайджана В КВН Сам Президент Сидит И Слушает Под мою музыку Танцует КВН Команда КВН Азербайджана Мне Это радует И Огорчает В другом Плане Что Они Думают Что Это Азербайджанская Но В действительности Это Мой Диск И Где Играет Армянский Филармонический Оркестр Играет На Дуду Кеджи Ван Гаспарян Играю Я Это Мой Диск А если Это Музыка Азербайджанская Они Считают Пусть Оставляют Свою Музыку Почему Мою Оставляют Плюс Здесь У меня Есть Баку Нахиджеван Туристическая Передача Рассказывают О Нахиджеване И Ставили Под эту Передачу Мою Музыку Причем Играет Государственный Оркестр Армении Играю Я И Играет Джи Гаспарян И Играет Надолю Нораль Шароян И Они Ставили Мой Диск И Рассказывают Про Нахиджеван За Это Большое Спасибо Им Спасибо За то Что В Брюсселе По-моему Был Азербайджанское Не знаю Какая-то Праздник Или что Концертная Программа Была И Диктор Рассказывает Об этом Празднике Под мою Музыку Опять-таки Из моего Диска Где Играю Я Играет Армянский Филармонический Оркестр И вся Моя Команда И Мне Интересно Я думаю Что Они Просто Не знают Что Азербайджанский Посол Извинился Человек Допустил Ошибку И извинился А я Как Человек Настоящий Христиан Я простил В данный В данный Момент Я Готовлю Письмо Где Будут Все Эти Доказательства Все Бумаги Письмо Видео Эти Доказательства Все Через Наш Союз Композиторов Я хочу Письмо Отправить Союз Композиторов Азербайджана Министерство Культуры Азербайджана Самому Президенту Одним Письмом И клубу Ковенщиков Я Ковену Очень люблю Но я думаю Что эти ребята Просто не знали Что поставили Мою музыку Все думают Что они И они Опять Хочу повторить Я не отрицаю Может быть Они нашли Какой-то кусочек Что похож на Азербайджанскую Азербайджанскую Музыку Но я клянусь Я ни у кого Музыку не взял Может быть Похож на Вьетнамскую Я думаю Вам и оправдываться Не нужно Потому что Весь мир Знает Что музыку Произведение Арцах Написал Араги Варкян И она Хорошо Зачем И у вас Есть все права Все документы Столько раз Объявили Никто мне Не дал Под суд Вот это Самое лучшее Доказательство Нам пора Заканчивать Спасибо Что вы Спасибо вам За разговор Честно говоря Очень давно Хотелось Встретиться с вами И поговорить На эту тему Это был Араги Варкян Живой Но тем не менее Легендарный Композитор Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok